всем привет меня зовут елена вы на моем канале студия вкуса друзья год заканчивается и поэтому наверное самое время подвести итоги в этом году у меня случилось очень много событий и поэтому я хочу немножко рассказать о них и поделиться с вами те кто со мной с самого начала здесь на каналах они уже знают что мой год начался с неприятностей январе месяце я поехала санкт-петербург и мне там сделали три операции на позвоночнике восстановление очень долго я до сих пор восстанавливаюсь на какое-то время я просто лежала и ничего не могла делать только вставала стой кушала и обратно ложилась потом когда я уже немножечко клеем а лось я могла вязать верзала я лежала обязательно потому что того как я немножечко хватит демокали нас не стало полегче она делать turniry чё не могу сидеть что не могу я начала вязать лёжа а вы уже наверное видели как ты снимала видео о своих каких-то работах показывала свои процессы, продолжала потом вязать. Вы ещё не всё у меня видели и посмотрели. Я вам не всё показала, но делала то, что могла. И потом постепенно, когда уже как-то больше у меня сил появилось, меньше болей, тогда я уже вернулась к своему любимому телу. И потихоньку я втягивалась, я делала шоколад, я готовила пастилу. И вот в то время, это случилось где-то 5 месяцев назад, я появилась здесь перед вами. Я открыла свой первый канал, свою первую страничку. Сейчас у меня их три на Ютубе, на Дзене и ещё есть такой канал Рутюб. Там я тоже выкладываю свои видео. И постепенно начала развивать канал здесь. Сначала, конечно, я думала, что я открываю эту страницу, я делаю эти видео для моих подписчиков. Я думала, что им будет хорошо зайти сюда и посмотреть полностью процесс, как я приготовлю пастилу, как я готовлю для них шоколад, как я это всё укладываю по коробочкам, чтобы им было чётко, ясно и понятно, и они могли представлять, какой продукт они у меня покупают. Но потом оказалось, что меня смотрят здесь совершенно другие люди. Мои подписчики наверняка тоже смотрят, они наверняка подписаны на меня. Но потом я поняла, что меня смотрите вы, большинство людей, которые сами хотят готовить пастилу, сами готовят её. Кто-то новичок в этом деле, только учится и смотрит мои видео. Кто-то уже мастер и сам может преподавать мастер-классы и вместе со мной даёт в комментариях свои какие-то советы и показывает свои какие-то знания. И это здорово. Мы здесь с вами все общаемся. Мы здесь с вами, можно так сказать, даже подружились. Меня нашли девочки, мои подписчицы, пригласили меня в чат. И вот здесь, друзья, понеслось. То есть благодаря вам, благодаря вам, да, я, ну вы, наверное, помните, что я в каждом видео говорила, я не обучаю, я никого не обучаю. Я снимаю видео, я работаю дома, я снимаю видео, я показываю вам то, как это делаю я. Да, и да, я могу сказать какие-то секретики, свои секретики. У каждого, у каждого в стилье, у каждого в шоколадье есть свои какие-то свои прибамбасы. Как он это делает? Соответственно, я показывала вам, как это делаю я. И ни в коем случае не обучала, не наставляла. Но получилось так, что у меня сейчас открылся курс по приготовлению шоколада. Я сама того не ожидала, я не собиралась, я не готовилась. Да, я думала о том, что, может быть, в будущем когда-то я приготовлю, я сделаю какой-то курс, не торопясь, спокойно. Я всё обдумаю, всю структуру курса, как это лучше сделать, какие видео лучше снять, какой материал преподать. Но получилось так, всё это быстрее меня получилось. Благодаря вам, мои дорогие. И вот сейчас у меня первый курс, так сказать, про выпера. Сейчас я начала обучать девочек. Взяла первых девочек, и сейчас мы с ними учимся. Сейчас как раз перед Новым годом у нас заканчивается подготовительный первый модуль нашего курса, где девчонки учатся, как выбирать формы, где купить. Я им скидываю поставщиков и так далее. Учимся различать шоколад по текучести, учимся, как ухаживать за формами и так далее. И в том числе я им сегодня скинула последнее видео. 53 минуты получилось видео моё по тому, как работать в соцсетях. Потому что многие из вас не знают, как продать то, что вы делаете. Вы не знаете, как продать. И это большая тема. Это можно создавать отдельный курс. Но, естественно, такой курс должны создавать люди специальные, специально обученные люди по продвижению в соцсетях. Соцсети разные сейчас мы используем. В каждой своей фишечке, своей прибамбасике. Но общую информацию какую-то, которую я знаю, которую хочу донести до девчонок, я им дала. 53 минуты. И я им дала очень хорошие обучающие упражнения, которые они будут выполнять в течение праздника. Поэтому, друзья, это большой прорыв для меня. И всё благодаря вам. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем большое. Но это вопрос о том... А, сейчас заплачу. Не могу. Волнительно. Это вопрос о том, что не надо стоять на месте. Нужно всегда двигаться. И в любой ситуации вы найдёте выход. Я вот девчонкам советовала посмотреть фильм «Секрет». Смотрите вы, документальный фильм очень полезный. Его можно пересматривать заново и заново, снова и снова. И никогда не бойтесь, что у вас что-то не получится. Мы все не идеальны. У нас у всех есть ошибки. У меня в том числе. И я постоянно учусь. И вам нужно будет постоянно учиться. В любом вопросе. Вот нахожу курс, смотрю и учусь. Платный, бесплатный. Вот есть возможность на платный. Нет возможности. Увидела в рекламке какой-то курс. Побежала день, два, три, получилось. Там, конечно, маленькую информацию дают. Маленькую пользу. Но всё равно какое что-то вы оттуда вынесете. Поэтому ещё раз вам всем огромное спасибо. Большая благодарность от меня. Потому что благодаря вам я двигаюсь вперёд. И для меня вот это новое дело, которое мне нравится. Я по образованию учитель. Я по образованию педагог. Педагог начальных классов. И когда-то я работала по своей специальности. Потом нет. И, видимо, всё-таки это во мне сидит. И я обучаю. Конечно, этот первый мой курс такой, скажем так, познавательный в плане моего понятия, как же чётко структурировать его. То есть я хочу потом понять, что я сделала не так в этом курсе. Чем мне его дополнить? Как улучшить? То есть, да, ну, сделаем курс лучше. И последующие люди, которые ко мне придут, они уже придут на более улучшенную версию того, что у меня будет сейчас. Вот такие, друзья, у меня перемены. Вот такие перемены и сложности со здоровьем. И в то же время я не стою на месте и двигаюсь вперёд. У меня замечательно прошёл Новый год. Я полтора месяца работала над вашими заказами. И благодаря вам эти заказы тоже были. Потому что я понимаю, что люди ко мне приходят. С Ютуба ко мне приходят люди. Они меня ищут, и они делают заказы в том числе. Поэтому всем большое спасибо. Я очень рада, что я здесь с вами. Я очень рада нашему знакомству. Вы мне пишете, вы со мной общаетесь. В комментариях, в соцсетях и так далее. Поэтому вот прям не могу. Большая вам благодарность за всё. Всё благодаря вам. Сейчас отойду немножко. Ну и, конечно же, я вас ещё буду поздравлять с Новым годом. Но здесь хочу вам сказать здоровья всем. Здоровья всем. Сейчас ещё такой период. Знаете, очень многие болеют. Какой-то грипп ходит. Очень многие болеют. Некоторые болеют тяжело. Поэтому берегите себя. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите своё здоровье. И вообще по жизни здоровье. Да, любое. Берегите. И, конечно, для всех, кто не хочет стоять на месте. Просто берите и делайте. И всё будет хорошо. Берите и делайте. Ну и, конечно, всем нам мирного неба над головой. В семьях всё будет хорошо. Ну а я прощаюсь с вами. И мы с вами увидимся ещё в этом году. Я надеюсь.